Женская вольная борьба – это вид спорта, который в настоящее время, после того, как он стал олимпийским, активно развивается. И в Славянском районе есть кем и чем гордиться. Это еще раз было ярко продемонстрировано на состоявшемся открытом первенстве Славянского района по вольной борьбе среди девушек. 15 городов и районов Краснодарского края, а также Адыгея, Крым, Карачаево-Черкесия, Ставрополь и Ростов-на-Дону прислали свои команды на открытое первенство Славянского района по вольной борьбе, посвященное Дню Матери. Глава Славянского района приветствовал юных спортсменок. Приятно, что в вольной борьбе занимаются только мальчики, занимаются девочки. Я рад вас приветствовать в Славянском районе. Хочу вам всем пожелать, что в будущем вам всем пожелать. Мира, добра, 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 благополучия. Будь поведен сильнейший. Затем Роман Сенеговский вручил удостоверение спортивным специалистам, которые сдали нормы на золотой значок ГТО. Соревнования в нашем районе привлекают спортсменов со всего юга России. И благодаря прекрасной спортивной базе, и потому что женская вольная борьба у нас очень хорошо развивается. Славянский район является, наверное, в тройке лидеров по развитию женской борьбы в Краснодарском крае. Есть очень много девочек, которые не только на уровне края Южного федерального округа, а являются лидерами в России. В основном это как раз именно этот возраст. И показателем являются непосредственно эти соревнования, которые собрали такое количество участников, которые, можно сказать, на России не всегда собираются, сколько собираются здесь, в Славянском районе. Спортсменки детско-юношеской спортшколы Станицы Петровской, которые представляли наш район, уверенно себя чувствуют на соревнованиях любого уровня. Выступая в своем районе, они настроились на активную борьбу. С боевым настроем сюда приехала, и решимость у меня твердая, я готова победить. Главное делать свои движения, уметь это, знать и быстро все делать, чтобы победить. И не стоять на месте. Этот спорт помогает мне развить уверенность в себе. И поэтому с боевым настроем я приехала сюда, чтобы показать, чему я научилась за 4 года. Здесь важна и скорость, и внимание, и также техника. Все, кто побывал на этих соревнованиях, еще раз смогли убедиться в красоте настоящего борцовского искусства. Борьба была в целом очень интересной, эмоциональной и зрелищной. Все очень старались. Наша команда выступила достойно. Карина Казубенко стала первой в своей весовой категории. Анастасия Захарова и Людмила Виноградова завоевали серебряные медали. Елизавета Харченко стала третьей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Калинин. Программа «С Assassin's DK Бога».